История Новояблонского церковного прихода Первым священником прихода стал Манаил Федорович Луцзе. Дячком служил Георгий Иоаннович Попович, а пономарем Ананий Фомович Гырла. Богослужение совершалось в основном на молдавском языке. В 1901 году в Новой Яблоне началось строительство нового храма, нынешней Свято-Николаевской церкви. Инициативную группу по организации строительства возглавил Николай Михайлович Петелка, который исполнял обязанности старосты в Старой Яблоне. Возведение храма осуществлялось на средства прихожан. Здания деревянные из дубовых брусьев. Вековые деревья валили на Буковине, потом лес плавляли по реке Прут, а затем гужевым транспортом доставляли в Яблону. Надо отметить, что строительство продвигалось медленно. Главная причина – не хватало денежных средств, поэтому жители решили продать здание церкви Святого Архангела Михаила, а деньги передать на строительство новой. К весне 1906 года строительство было закончено, и 8 мая по старому стилю в праздник святителя Николая состоялось освящение храма. В документах отмечалось, что церковь самостоятельная, покрыта жестью, здание довольно прочное и поместительное. Тип храма – полусобор, трехчастный или трехдельный, то есть состоящий из притфора, нефа и алтаря. Высота здания – 16 метров. Строительство обошлось в 16 тысяч рублей серебром. Первым священником стал Сергий Винничук. В 1909 году на приход был назначен священник Иоанн Васильевич Баконский, который вел поистине подвижнический труд, за что был многократно отмечен церковными наградами. Он прослужил в Яблоне до конца 30-х годов 20-го столетия. На склоне лет он переехал в Румынию и принял монашеский постриг. После него на приход был назначен священник Леонид Антонович, который пользовался любовью и искренним уважением прихожан. Но в эти лихие годы безбожия и гонения на церковь Христову весной 1944 года он был арестован, чекистами осужден и сослан в Печерлагерь, где пропыл 8 лет и умер в поезде, возвращаясь в родные места. А по другим источникам он скончался в Воркуте, в тюрьме. После ареста отца Леониды был назначен священник Александр Табан, который в 1942 году был арестован и брошен в тюрьму. В середине 50-х годов прошлого века на его место он получил назначение священник Мина Драгуцан. В ноябре 60-го года его сменил священник Андрей Чеботарь, при нем советская власть и закрыла храм в середине января 61-го года. Без малого 28 лет храм был недействующим. Летом 1977-го церковь была ограблена. Иконостас был разломан. На трех машинах увезли церковные книги, золотую и серебряную утварь, иконы, хорогви, ковры и дорожки. Несколько дней спустя после ограбления и осквернения храма была найдена возле церкви храмовая икона святителя Николая. Посоветовавшись, яблонцы отдали ее на хранение в Свято-Троицкую церковь соседнего села Старые Фундуры. Акт вандализма совершился сведения и молчаливого согласия гладянского райкома партии. После перестройки в конце октября 1988 года усилиями и стараниями яблонцев храм открыли, и вновь зазвонил церковный колокол. Люди, узнав о радостной вести, плакали от счастья и поздравляли друг друга с этим чудесным событием. Прихожане стали собирать по крупицам всю необходимую утварь, и тогда вернулась на свое место и храмовая икона. Указом митрополита Серапиона в ноябре 1988 года священник Валерий Зыку был назначен настоятелем Свято-Николаевской церкви села Яблона. 1 января 1989 года состоялось освящение храма при участии многочисленного священнического собора во главе с протеереем Георгием Цымбалюком, благочинным города Бельце. В 2006 году Яблонской церкви исполнилось 100 лет. За 27 лет со дня открытия трижды производился ремонт. Была пристроена новая панамарка – дом для совершения панихед. В настоящее время идет реставрация церкви снаружи. Настоятель с прихожанами заботятся о благоукрашении храма, содержит его в чистоте и благолепии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok